Электропроводность веществ можно испытать с помощью прибора. Если вещество проводит электрический ток, лампочка загорается. Насыпаем сахар в чашку Петри и подносим к электродам. Лампочка не горит, значит сахар не проводит электрический ток. Щелочь, твердый гидроксид натрия, тоже не проводит ток. Возьмем поваренную соль. Кристаллический хлорид натрия. Лампочка не горит. Все испытанные твердые вещества не проводят электрический ток. Электропроводны ли растворы этих веществ? Раствор гидроксида натрия электропроводен. Лампочка загорается. Лампочка горит и при испытании раствора поваренной соли. Электропроводен и раствор соляной кислоты. Жидкости, проводящие электрический ток, называются электролитами. Электропроводность электролитов обеспечивают ионы. Проверим, является ли электролитом дистиллированная вода. Лампочка не горит. Дистиллированная вода – очень слабый электролит. В растворе сахара нет подвижных заряженных частиц. Ток в цепи не идет. Спирт, как и сахар, не является электролитом.